У Алексея Навального был шанс пытаться в этой кампании баллотироваться в президенты. И тогда у него были какие-то шансы достаточно громко заявить о себе в политике реальной. А так, видимо, граждане следили плохо за предыдущей президентской кампанией. Там была госпожа Пилнова, если меня память не изменяет, которая вообще нас собиралась оберегать от пришествия инопланетян. Она как раз была кандидатом в президенты, или ее сняли, но вот несколько не дошла. Некая повальная попытка заявить о своих президентских амбициях, опять же, имеет две стороны одной медали. С одной стороны, демонстрирует, что поговорить в политике стало практически не о чем. Нужно как-то о себе заявлять. С другой стороны, о том, что ребята, заявляющие о желании этих президенты, саму эту политику не очень понимают. Ведь на самом деле жестких тем, где можно не просто критиковать, но и что-то предлагать, когда за критику просто быть нельзя, потому что человек, который просто критикует ничего, альтернативно не предлагает, он не интересен. Это, пожалуй, журналист, скажем, чем президент. У российской власти, у российского общества масса проблем. Вот, куда ни племень. И другое дело, что эти проблемы нужно понимать, отрабатывать и предлагать более взвешенные решения. Но это требует большого труда. Сказать, что я пойду в президенты, труда не требует. При этом, поскольку диалога политического, политико-экономического в обществе как такового нет, нормального диалога, содержательного, то это становится автоматически привлекательной новостью для журналистов. И дает известность. Ну а дальше? Хорошо, известность получена. Алексей Навальный, в общем, весьма известная личность. Дальше-то куда ее реализовывать? Ну, он получил еще там 2-3 строчки в пресс-рейтинге. И что от этого? Оно практически не меняет политическое поле, потому что там нужно понимать, что делать дальше.